Когда я учился, я понял интересный момент, что когда ты берешь любую новую информацию, ты можешь соглашаться на уроки с учителем, ты можешь не соглашаться, можешь махать головой в знак согласия, но это ничего не означает, когда человек машет головой. Так ничего никогда не означает, но когда ты берешь, приходишь домой, ты берешь конспект, просматриваешь эти моменты, ты начинаешь раздумывать и тогда оно у тебя останавливается, потому что я знаю, что есть люди, которые очень хорошо что-то быстро запоминают, и может казаться, что им не надо прикладывать усилий для того, чтобы что-то новое узнавать и открывать. У нас, когда я учился в колледже, был парень, который иврит делал во время завтрака, когда готовил себе кашу, который готовил кашу, и ему очень легко это давалось. И в принципе, где-то в этих вещах мог быть фамилиарным по отношению к слову было, почему это легко давалось, он варил кашу и решал задание по ивриту. Я всегда так мечтал, но мне почему-то приходилось сидеть и очень долго осмысливать то, что я делаю. И знаете, еще буквально один момент хочу сказать, и не да, у меня такая была мысль, я размышлял, обычно мы учимся на ошибках, и потом на основании этих ошибок мы делаем какие-то выводы, делать так или не делать. И я думал по поводу нашего образования, духовного образования, что было бы классно, чтобы мы в буквальном смысле молились друг за друга. Я нуждаюсь в том, чтобы вы молились за меня. Молились. Да, потому что, знаете, я понял, что я не могу, имея право, позволить себе совершать ошибки, которые через какое-то время дадут свои негативные плоды. Но только Дух Святой может показать эти ошибки, в которых я могу развиваться и двигаться дальше. Поэтому просто давайте молиться друг за друга. Кто не молился, начинайте молиться, чтобы поддерживать это в молитве все. Потому что это очень и очень важно. Настолько важно, потому что это для нашего христианского хождения. Ну что, мы тогда начинаем наше время с молитвы. Таня, можешь помолиться? Спасибо. Господь, Христос, будь ласка, благослови наше навчание, открыли наше сердце, для того, чтобы вы разумеете Твое Слово. Помнишь, как Твою злинуешь мозг, розум, что мы приймали Тебе. И это навчание, потом хотим, чтобы мы с отводим вас, это занятие на Иисуса Христово. Аминь. Хорошо. И мы помним, что у нас начался, вторник первого занятия, обзор Библии. И помните, как я говорил о том, какое будет деление нашего урока. И сейчас будет 6 минут на напоминалочку. Что нужно написать? Напишите, пожалуйста, все, что вы запомнили со вторника, с этого урока. То, что вам придет в голову, то и напишите. Я хотел бы это прочитать просто. То, что вам придет в голову, вы и напишите. И первый период, это сотворение. Сотворение и это начало всего. Сотворение и начало всего. 4 тысячи. Все идет отчисление до Рождества Христова. Понимаете, как бы обратно отсчет идет. Период, который занимает 2 тысячи лет. Что интересно, это тот период, который мы делаем план на завтра. Это с 1 по 11 главу Бытия. С 1 по 11 главу Бытия. Кто-то уже готов, кто-то повторяет и знает. С 1 по 11 главу Бытия. Встановление чего? Становление еврейской нации. Очень хорошо, что вы спрашиваете, что это становление. Я думаю, что стараться лучше писать. Так как, если плохо видно, значит я плохо написал. Патриархальный период. 2166 до Рождества Христова. 1804 год. Период занимает 400 лет. Патриархальный. Становление еврейской нации. Следующий. Египет и исход. Период 1804 до 1406 год. Период занимает 400 лет. Спасение из Египта. И дан закон Моисея. То есть, сотворение. Все начинается сотворение. Потом мы видим, потихоньку вырисовывается израильский. Сотворение 4000 до, я понял. Да, до. И мы видим, потихоньку все начинается. Да, вот это бытие. С первой по одиннадцатую главу. Понимаем этот промежуток. Потом патриархальный период. Потом Египет. Исход. Спасение из Египта. И дан закон Моисея. И пятикнижие Моисея, оно завершено. Помните, что входит в пятикнижие? Бытие, исход, левит, числа и второзаконие. Вот пять книг, которые входят. И вот здесь они заканчиваются. Пятикнижие Моисея завершено. Вот приблизительно, какие книги описывают эти периоды. Можно убирать? Так, двигаемся дальше. Кто помнит, что дальше идет? Что произошло после того, как Моисей умирает, но израильский народ еще не вошел? Куда? В Ибрис. В Ибрис. В Ибрис, он только вышел. Подождите, только вышел. В земле обетован на ханаанскую землю. Вот, очень правильно. Он только с нее вышел и не вошел в обетованную землю. Кто вводит обетованную землю? Иисус нам вернулся. Завоевание ханаана в следующий период. Правильно. Завоевание ханаана. Четвертый. Завоевание ханаана. Период 1400, 1406, 1350. Все это Рождество. Иисус новин. И этот период занимает 50 лет. Завоевание земли обетованной. Но вот тут они приходят в землю обетованную. И что-то начинает происходить. Помнишь, какой дальше период начинается? Судьи. Да, дальше идет период, так он и называется. Судьи. Пятый. Судьи. 1350-й. 1050. Все идет до Рождества. Еще ее можно назвать смутные времена в еврейской истории. Помните, как книгу Судьи или это время еще можно характеризировать? Ну, как только что я сказал, да? Чахарда. И каждый хотел то, что делать, то и хотел. То же хотел, делал то, что хотел делать. Да? То, что видел и хотел делать. Период Судьи. И это в книгах, этот период занимает 300 лет. 300 лет. Книги Судьи. Руфь и Первый Царств с первой по седьмой книгу. После периода Судьи, что происходит? В период царей. Да. Израильский народ востребовали себе царей. И следующий период называется шестой Объединенное Царство. Благодаря. Спасибо. До Рождества Христового. Давайте давайте... На 2-минцепле на 49. 931. Что? Хорошо. Ну, 69. Еще раз. А, не сходится с последней записью? Ну, да. А на сколько не сходится? 49. На 49. 10-51. Не 10-51, да? Да. 10-51. 10-51, 90-90. 10-49. А, 2 года погрешность, да? Ну, давайте тогда сделаем тут звездочку и напишем 5 лет погрешности. Ну, и сразу же этот вопрос, даже если у нас дальше идут какие-то погрешности или неточности, в 5 лет мы его решим. Хорошо. Знаете что? Как Вы пишете? Ну, покажите, есть ли там еще место? Да. Места здесь нет. Я думал, может быть, мне сразу дать Вам книги, которые где-то написано. Ну, вот каждый период и какая книга описывает. Да. Так я уже записала. Да, ты записала. Смотрите, давайте сотворение. Это Бытие, 1 глава, 11 глава, 2000 лет. Патриаркальный период. Бытие, 12 глава по 50 главу, 400 лет. Египет и Исход, 3 период. Исход описывает книгу «Исход», «Левит», «Числа», «Разаконие». Четвертый период – «Завоевание Ханаана». И мы говорили, это наш Иисус Новин. Четвертый период. Следующий период – «Судьи». Книга «Судьи». А Руф куда? Суда же. Руф, 1 царств, с 1 по 7 главу. Период – 300 лет. Самуила. Подожди, подожди, дойдем до Самуила. Не, не, ну, книга «Царств». А, книга «Судьи», «Судьи», да? Период «Судьи». Книга «Судьи», Руф. 1 царств, это будет 1 самуила, да, на Украинском? 1 самуила, с 1 по 7 главу. Период этот занимает 300 лет. Объединенное царство, да, объединенное царство. Период с 1051 до 931 от Рождества. Книги, которые описывают этот период. 1 царств, с 8 по 31 главу. 2 царств. 3 царств, с 1 по 11 главу. 1 паралипоминон, хроники, это на Украинском. 2 паралипоминон. А 2 царств? И 2 царств полностью. 4 царства? Нет, у меня нет еще 2 царства. 4 царств будет у нас немножко шкататься. Давайте еще раз, все, давайте еще раз. Объединенное царство. Книги. 1 царств, с 8 по 31 главу. 2 царств. 3 царств, с 1 по 11 главу. 1 паралипоминон. 2 паралипоминон, с 1 по 9 главу. 1 царств, салтырь, притчи, экклесиаст, песть, песней. Еще объединенное царство, этот период можно назвать великие цари Израиля. Великие цари Израиля. Ну вот, происходит дальше что-то интересное. Все вроде бы хорошо. Все хорошо, царей, все есть. Но дальше, после какого царя началось все это? После Соломона. Да, после Соломона. А какая причина, что Господь разделил царство? Соломон взял жен из других стран, которые не поклонялись Богу живому. И его начали вводить в грех. Грех разделяет нацию, можно так назвать. Грех разделяет нацию. Седьмой период разделения царства. Седьмой период разделения царства. Диктует нам, что надо будет на камеру, чтобы нам повторить. Смотрите. Седьмой период разделения царств. 931-586 год до Рождества Христова. 931-586 год до Рождества Христова. Книги, которые описывают эти события. Третье царство с 12 по 22 вову. Четвертое царство. Второе паралипоминон с 10 по 36 вову. Помните, этот период, он еще очень интересен, потому что Господь начинает говорить к народу через кого? Через пророков начинает обращаться, посылает пророков. Итак, этот период разделения царства. Большие пророки. Исайя, Плачеремия. Малые пророки Авдий, Иоиль, Иоанна. Малые пророки. Иоанна, Амос, Осия, Михей. Осия, Михей, Наум, Сафония, Аввакум. Помните, сколько, как произошло разделение? Сколько колен осталось теперь? Ну, два и десять. Два и десять, да? Два отошли, кажется, к Иудеи. И десять к Израилю. Да, и десять ушло к Израилю. Два отошло к Иудеи, десять ушло к Израилю. Потом, дальше, что дальше начало происходить? Какие моменты? Через что Господь обещал во второзаконе двадцать девятая глава? И боюсь ошибиться. Там, где повторяется закон, и Господь говорит, избери это или избери то. Кто помнит где-то написано? Избери на воскресенье. Да, 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 да. Но там Господь говорит череду дисциплинарных моментов, которые Он будет проявлять. Да? Кто помнит этот сих? Ну, конечно же, двадцать восемая глава второзакония. И там Господь говорит. Слушать глаза Господа и тщательно исполнять все заповеди, которые заповедает Тебя святой Господь, Бог Твой, поставит Тебя выше всех народов. И там идет целая череда благословений. Если же, пятнадцатый стих, если же не будешь слушать глаза Господа, повод Твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления, которые я заповедаю Тебе сегодня, то придут на Тебя все проклятия, все постинки, а проклят Ты будешь в городе, и проклят Ты будешь на поле. Проклят Ты будут жительницы Твои, кладовые Твои, проклят будет плод шрева, проклят пошлет Господь на Тебя проклятие, смятение и несчастье. Во всяком деле рук Твоих, пошлет Господь на Тебя моровую язву, доколе не истребит Он Тебя с земли, поразит Тебя Господь чахлостью и так дальше. Вместо дождя Господь даст, придаст Тебя Господь на поражение врагам Твоим, одним путем выставишь против них, а с семью путями прибежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. То есть Господь говорит, что будут определенные дисциплинарные вещи, которые Он будет проявлять. И вот интересно, что следующий период он называется Вавилонское пленение. Да? Вавилонское пленение. Это восьмой период. Это у нас был седьмой. Восьмой. Кто помнит, сколько он по времени занял? Семьдесят лет? Да, шеет. Семьдесят лет. И в какой книге про него говорится? Кто достал книгу и разгадал пророчество о том, что надо будет скоро... Даниила. Да, надо будет скоро возвращаться. И две книги описывают. Данииле, Даниил и Зекель. И период этот занимает семьдесят лет. Семьдесят лет. Семьдесят лет. Господь, то, что пророчество было сказано, Он его исполнил. И происходит в следующий момент. Девятый период. Мы сейчас сам и говорим в контексте периода, да? Возвращение из плена. Девятый период. Возвращение из плена. 538-й. 430-й год до Рождества. Книги, которые эти события описывают. Возвращение из плена. Неемия. Неемия. Ездра. Ездра. Агей. Захария. Малахия. И Исфирь. И этот период сто лет продержался. Сто лет. Бог возвращает евреев в их землю. Что здесь еще остается? Какой период остался еще? Без никого. Ни пророков, ни откровений, ни каких свидетельств. Называется этот период молчания. Десятый период. Молчание. Четыреста тридцатый до Рождества Христового. Плюс, минус, мы можем взять лет. И этот период занял 400 лет. И еще он называется, как можно сказать, Бог ждет полноты времен. Ни пророка, ни слова от Бога. Четыреста лет молчания между Ветхим и Новым Заветом. Помните, какая книга самая последняя и заканчивает все это? Вы ее все знаете. Мы ее часто цитируем про десятину. Малахий? Да. Книга Малахий. Десятина. Книга Малахий. Мы обычно, когда рассказываем что-то про... Говорим, вот у нас десятина, потом шарится очень много книги Малахий. То есть, смотрите, мы с вами посмотрели такие десять ключевых моментов. И, конечно, знаете, что интересно, что нам сложно... Мы пробежались, смотрите, давайте суммируем. Сколько вот период у нас получилось по времени, временной? Четыре тысячи. Нет, полностью всего. Четыре тысячи? Ну да, мы взяли точку расчета четыре тысячи. Смотрите, мы с вами за 20 минут прошли четыре тысячи лет. Вы чувствуете? Нет, не чувствую. Вы чувствуете, да? Сколько в дне часов? Вот в сутках часов. В четырех. Сколько в четырех тысяч лет будет часов? Помножить. Очень много. И вот интересно, что эти периоды, знаете, вот я думаю, что это будет очень классно их немножко у себя в голове выстроить в таком порядке. Не обязательно знать дословно, как вот все это там происходит, такое, как называется. А теперь давайте закрываем наши тетради и мы с вами повторим это все. Я тоже, кстати, на тоже это не так говорю. Доску закрыть. Доску закрыть, да. Перевернуть. Перевернуть. Давайте перевернуть. Она переворачивается, потом обратно переворачивается. Давайте мы не будем то, что не переворачивается, переворачивать. Итак, с чего все началось? Я также. Ну что ж, я попробую перевернуть свои конспекты и также учиться, чтобы были мы на все одинаковых условиях. Таня, с чего все началось? С творения. С творения человека. Да? Потом мы видим, что есть избранный израильский народ. Общение с Авраамом. И потихонечку выделяется израильский народ и уже мы видим взаимоотношения развиваются с израильским народом. Двигаемся дальше. Куда? Что дальше происходит? Какие эти взаимоотношения с израильским народом? Да, патриархальный период. Помните, это слово патриархальный, его использовал Стефан. Вы своим, когда перед тем, как его побили камнями, он сказал, что наши праотцы, патриархи по своей зависти продали Иосифа в Египет. Да? Но что интересно, что это Господь по своему великому провидению допустил так, что это произошло. Потому что было пророчество, которое говорил о том, что 400 лет Израиль будет в рабстве. Но потом Господь сделает так, чтобы он вышел. и так, патриархальный период патриархии, да? Опять-таки, двигаемся дальше. Что дальше происходит? Моисей выводит из Египта, дает закон, то есть мы видим, дает закон. Двигаемся дальше. Какой следующий период? Судью. Судью. Он выполняет свои обещания и вводит в обетованную землю. Иисус новин, вводит, теперь живем на обетованной земле находимся. Надо судиться. Надо судиться, надо решать вопросы, да? Опять-таки, судьи, и этот период называется смутные времена, потому что дело, все кто хотел, и как оно все происходило, непонятно. Но опять-таки, Господь все равно не оставлял свой народ. Какой дальше период? Царей. Царей, да? Люди попросили себе, говорят, мы посмотрели на соседские народы и поняли, что в принципе поставлено лучше человека в царство. И помните, как Господь этот период сам еще охарактеризовал, что они отвергли не тебя, а меня отвергли, да? Но сделай, так что делай, как они хотят. Но он сказал, как этот царь будет вести по отношению. И они сказали, пускай так и будет. Пускай так и будет. То есть период царства. Дальше. Разве что-то определенное царство? Разделение царства. Сначала объединенное царство. А уже мы сказали, что царей объединенное царство. А потом было царство. А да, 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 да. Царство. Разделение. Возле Соломона. Примерно тысячу лет, 931 год, до Рождества Христова, начался этот период разделения царств. на Северное и Южное. Десять колен. Опять-таки, и два колена, которые дошли к Юрии. И тут дальше. И тут Господь начинает говорить к людям. Не просто, а через Писание. Да? Через пророков. И мы видим, начинается то, что вот Таня, мы вчера говорили немножко, да, период пророков, о том, что Господь посылает, да, свидетельствует о себе. Хорошо, двигается дальше. Какой следующий период? Пленение Вавилонское. Пленение Вавилонское. 70 лет занимает этот период. И опять-таки, это есть также в истории. Возвращение обратно от строительства храма. Что Ездор нашел? Зыку. Они все плакали. Все читали. И тот, кто преподает терминевтику или экзегетику, он берет оттуда стихи и говорит, что вот стих за стихом, они разбирали Писание, да, толковали Писание и истолковывали народа, потому что народ за это время разучился понимать Писание. И стояли священники и левиты, которые служили тем, что людям давали понимание, что здесь написано в законе. Растолковывали, да, возвращаются и отстроились в храм. Что дальше происходит? Ну, что мы? Ну, и все иллюстрации очень хорошие дали. Смотрите, для чего я такую иллюстрацию? Чтобы нам посмотреть перспективу. Помните, мы во вторник говорили, что мы в шоке от того, и я в шоке, что нам надо за этот промежуток пройти 39 книг, которые составляет Писание, да, но вот это нам помогает уже хотя бы представить такую картину событий, которые происходят, да? Хорошо. И теперь мы еще один момент запишем и этот момент нужно будет на вторник знать. Этот момент. Краткая хронология Ветхого Завета, но не просто хронология, а личности ключевые. Ключевые личности. Вы думаете, какая будет самая первая ключевая личность? Адам. Адам. Правильно. Адам. Сколько лет? Я по спецчатку сказала, конечно, святый бык, потому что про него он падает, что не ширяя над за мной. Первая ключевая личность. У меня в бумажке написано Адам. Я ничего не буду с ним. Ну, в принципе, да. Личность, конечно, Святой Дух. Но если говорить про Святого Духа, тогда мы вспоминаем Петро, где написано, что Христос был еще до сотворения. Да? В принципе, три личности Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Да? Это бесспорно. И аминь. Однозначно. Агнес. Агнес, да. Да. Двигаемся дальше. Адам. 400 лет до Рождества Христова. Это то, что мы только что записали, только в таком... 4000... Да, да, да. 4000, это все правильно, да. До Рождества Христова. Что-то маловато. Ну, маловато. Ну, давайте отрисы здесь поставим. Да. У нас же шпохи пока. Да, у нас шпохи. А сколько нет? Да, правильно. Он же прожил тысячу лет. Ну, да. Значит, получается, опять... Ну, давайте, ну... Вообще-то там... Да. Сколько? Шесть. Ну, сотворение шесть. Да. А, от Рождества сколько? Четыре, да? Четыре. Все правильно, все правильно. Да. Я сегодняшний вечер. Да, ну, конечно, спасибо. Все просчитал. Это день рождения Адама. Ной. Ной. 2400. Все идет до Рождества Христа. Дальше. 2000 лет. Все идет до Рождества Христа. Все идет до Рождества. От большего к меньшему. Иосиф. Иосиф Христа. Иосиф Христа. Иосиф Христа. Первый период, который идет до Рождества Христа. Первый период, который идет в самом начале. Да. Правильно. Иосиф. 1850 год. До Рождества Христа. Моисей, 1450 год. Самсон, 1250 год. А Иисус, наверное, не личность? Что? Иисус, наверное, не личность? Нет, личность. Нам надо какие-то такие маленькие маркеры и крючочки, потому что много было личностей, известных среди судей и так далее, на самом деле. Но смотрите, что интересно... Да, вот так, что про него напишем. Потому что самсон это относится к судям. Опять-таки, вот это и период судей. Следующий идет Давид. Кому-то, видите, больше Давид подобается. Тысяча лет. До Рождества Христова. После Давида кому-то подобается дальше? Кому-то, конечно. Конечно. И нам даже не совсем цель, знаете, выбрать себе конкретно кого-то, кто нам больше импонирует по характеру, кто меньше. Нам вот действительно, чтобы... Смотрите, мы с вами просмотрели хронологию событий, а теперь мы к этой хронологии привязываем личности какие-то. Такие вот маленькие крючочки, по которым, например, я вот когда слышу слово... А вот что вы слышите или ассоциируется у вас с тем, когда вы слышите слово Адам? Грехопадение. Ну, сотворение, грехопадение, этот период времени, когда он долго жил. То есть, вот это вот сотворение. Когда вы слышите слово Самсон, что у вас ассоциируется? Судей. Лев. Лев, в котором, да, период Судей. Когда мы слышим слово Давид, что он ассоциируется? Период Царства. Период Царства, да? Когда мы слышим слово Даниил. Плениние. Плениние. Вот разные периоды истории Израиля. Разные периоды. И мы просто к этим периодам поставили личности. Следующая личность... Мы закончили на Давиде? Да. Точнее Соломоне. Соломон. Значит, следующий Даниил. А Соломоне в Кире? 950. 600 лет. Ездра. 500. И Малахия. Сколько лет? 400 лет. 430 лет. Или 400. Вот так. Всё. И вот это то, что нам... Да, вот видите, мы с вами близки вошли. То, что мы планировали по нашему времени. Даниил. Ездра. Малахия. И вот это надо будет знать на вторник. Да? И даже цель, смотрите, основная цель этого знать, не получить максимум знаний. А чтоб как только вы слышали слово Ездра, у вас сразу уже в голове стала такая... Ну, у кого это возможно, да? Стала картинка, что происходило. Что Ездра возвращается, устраивает храм, находит Писание и так далее. Какой этот период, да? После Вавилонского утонения. Когда мы слышим слово Даниил, что мы слышим? Даниил загнав Сарца, на уходоносе завоевал, 73-е Вавилонского утонения. Даниил находит Писание, которое говорит о том, что этот период должен был быть и скоро он заканчивается, и как следствие возвращаются и теперь Ездра. Да? И Малахия. Сразу же у нас в голове, что Малахия, 400 лет молчания. А? Десятина. Для кого ты дали? У меня десятина. 400 лет молчания и вот начинается новый период времени, новый Завет. То есть вот мы с вами сегодня посмотрели хронологически, как события разворачивались, чтобы у нас была такая общая картина. Если даст Бог, завтра мы соберемся, мы посмотрим с вами более детально с 1 по 11 главу. И на завтра нам нужен тот план, о котором мы говорили. На вторник запомните вот это, то, что мы говорили. Да? Поэтому мы напишем напоминалочку. А на завтра план с 1 по 11 стих. Ну что, давайте будем молиться. Господь, просто слава за Твою милость, что действительно Господь, Ты великий Бог. И мы видим, что Ты ведешь историю, Господь. И Ты творишь историю, и Ты просто даешь нам такую привилегию узнавать эту историю и видеть Твою руку, которая привела нас ко Христу. Господь, Тебе слава за это. Господь, Тебе слава за то, что Ты давал нам сегодня мудрость и давал терпение, давал покрытие. Быть здесь, воспринимать все это. Господь, это по Твоей милости. Потому что Ты дал все обеспечение. Ты убрал какое-то давление, дал обеспечение финансовое нам сюда приехать и быть, и наслаждаться в Твоем слове. Господь, мы также молимся сейчас за то время, когда мы будем расходиться по домам. Покрой это время, дай обеспечение. Господь, может быть, убери, если есть какие-то нечистые люди, которые хотят помешать нам. Господь, или на кого-то покалечить, или напасть. Господь, мы просто приносим к Тебе все это. Покрой, пожалуйста. Господь, мы молимся за завтрашнее время, за наше общение, когда мы будем узнавать Твое Слово, узнавать Твой характер. С 1 по 11 главу, Господь, книг, которая называется «В начале всего». Господи, покрой нас, дай мудрости, дай понимания. Господи, также я молимся за те плоды, которые мы хотим подносить, Господь, в Тебе. Помоги, чтобы эти знания принесли плод в Твое Царство, Господь. Чтобы истинно Твое Царство, оно процветало, развивалось.